Всем привет! Мне кажется, или сегодня отличный день, чтобы посмотреть свежие фотки поездов на сайте Rail Gallery? Ха! Кто-то загрузил фотку синего ЧС-6. Наверняка 2015 год. Как говорится, где вы были 8 лет со своей фоткой? Ладно, посмотрим, так и быть. Что? 2022 год? В октябрьской дирекции тяги, оказывается, перекрасили ЧС-6 из корпоративных цветов в синий. Так их красили в 2000-е годы. Ну что ж, круто. У нас теперь есть ещё один красивый локомотив. Вдобавок к электроозу ЧС-2009, о котором я рассказывал вот в этом видео. Нужно его как-то сфотографировать, только вот где. Для возврата волшебного поезда Деда мороза назначаются Великий Устюг в Москву-Киевской, отправление бла-бла-бла-бла-бла-бла, Александров, техническая стоянка, сменный локомотив, отцепка 3м62у, прицепка ЧС-6 022, струнень на 16... Что? то через 6.022 такой весь синий, красивый, повезет по ирославскому направлению поезд Деда Мороза, да еще и от Александра до Пушкина. Хм, догадайтесь, какая сейчас будет рубрика на моем канале. Лог-баян, это лог-баян, лог-баян. О, господи, это уже десятые группы фотографов, ну сколько ж можно? Крутая заставка, правда? А теперь, барышня, включите-ка, пожалуйста, дорожную мелодию. Итак, друзья, я на первой точке сегодняшнего, скажем так, Блицкрига. Это переезд на перегоне Александров-Балакирева. И здесь поезд Деда Мороза поедет с тепловозом 3М62У, который, как и все остальные локомотивы, причастные к поезду Деда Мороза, украшен гирляндами. Очень красиво. Чем интересен тепловоз 3М62У? Эти тепловозы строились в конце 80-х годов. И тепловоз, который сегодня повезет поезд Деда Мороза с номером 64, построен в 1988 году. Приписан он к Депосу Аярве. А всего таких тепловозов было построено 104 штуки. На сегодняшний день около 40 из них все еще находятся в эксплуатации. Если вы хотите узнать что-то еще про тепловозы 3М62У, то вы можете спросить меня в комментариях. По какой-то непонятной причине я совершенно один на этом переезде, жду тройную Машку с поездом Деда Мороза. Вероятно, все те, кто хотел ее сфотографировать, уже давно сделали это, потому что она проехала почти всю Россию с этим поездом. Зато от Александрова до Пушкина поезд Деда Мороза сегодня повезет синий ЧС-6022, который, естественно, я тоже буду ловить. А между прочим, это часть Транссиба, самой длинной железнодорожной магистрали в России, которая соединяет Москву с Владивостоком. Ну а это место находится всего лишь в сотне километрах от Москвы. О, ничего себе, зеленый ВЛ-11, вот это редкость. В этих местах, где я сейчас нахожусь, работают электровозы Депо Ярославль. И в 2012 году здесь можно было встретить 5 крутых локомотивов, которые были приписаны к этому Депо. Это были ВЛ-10, 083, 084, 138, 502 и 504. Эти электровозы были раннего выпуска, у них были круглые буферные огни. Лично мне такая внешность ВЛ-10 нравится гораздо больше. Последний из этих электровозов был списан в 2019 году. Сейчас в России остался всего один ВЛ-10 с круглыми фонарями. Его обзор вы можете посмотреть вот здесь, а также по ссылке в описании. Ну и раз это Транссиб, здесь много грузовых поездов. Как и на участке Транссиба в Кирове, который я показывал вам вот в этом видео. Грузовые локомотивы здесь. ВЛ-11, ВЛ-10, ВЛ-10У. Пассажирские локомотивы здесь. Поезд ЧС-7 и ЭП-2К. Поезд Деда Мороза, который, кстати, куда подевался-то вообще? Он уже должен был в Александров приехать, а до сих пор не проследовал этот переезд. Ничего не понимаю. Поезд Деда Мороза начал свое путешествие по России в городе Великий Устюг, который считается родиной Деда Мороза. Он стартовал 22 октября и проехал почти через всю Россию. Сегодня, 15 января 2023 года, день, когда он возвращается в Москву и на этом его путешествие закончится. Всего на своем пути поезд посетил больше сотни городов, в каждом из которых была двухчасовая стоянка с праздничными мероприятиями для всей семьи. Обстоятельства складываются не так, как мне хотелось бы. Я планировал приехать сюда, сфотографировать поезд Деда Мороза, а потом быстро-быстро поехать в Александров на мосты окружной железной дороги и сфотографировать поезд Деда Мороза с моста с электровозом ЧС-6. Но по какой-то причине поезд Деда Мороза не поехал даже здесь. О, переезд закрылся. Сейчас посмотрим, что там едет. Глядя на проезжающие локомотивы, у меня создается впечатление, будто бы местное локомотивное депо участвует в конкурсе на самую чума за электровоз. Британская разведка подсказывает мне, что поезд Деда Мороза проседал станцию Ростов с почти часовым опозданием. Я надеюсь, что по Александрову ему сократят стоянку, потому что иначе с электровозом ЧС-6, ради которого и затевалась эта поездка, он поедет уже по темноте. И сфотографировать его в движении не получится. А хотелось бы сфотографировать его где-нибудь на перегоне в необычном месте. Потому что не больно-то интересно ловить его во время фотостопа на станции Семхоз, куда по-любому приедет толпень фотографов. Меня постигла какая-никакая удача. Зеленый тройной ВЛ-11 с ленющим составом полувагонов. Напоминаю, что у нас в России зеленые локомотивы стали редкостью. Хотя раньше, еще при Советском Союзе и вплоть до 2010-х годов, почти все локомотивы были зелеными. Мы по ним скучаем. Почему поезд Деда Мороза опаздывает почти на целый час? Потому что вредный, хитрый, западный Санта-Клаус решил насыпать сахар в бензобак тепловоза, чтобы испортить нашему русскому Дедушке Морозу последний день его поездки. Что, не смешная шутка, да? Ну ладно, переходим к следующему сюжету. Опять переезд. Наверняка какой-нибудь очередной ВЛ-11 или П2К. О, нет, смотри, Машка едет. Надо сказать, я сам впечатлен длиной этого поезда Деда Мороза. Он просто огромный. В России далеко не каждый поезд Дальнего Следования имеет столько вагонов, сколько этот поезд Деда Мороза. А теперь нужно ехать быстренько в Александров, чтобы сфотографировать его уже с электровозом ЧС-6. ехать быстренько вагонов и ехать быстренько вагонов и кисть Да! а я сейчас еду через какие-то дачные кооперативы на съезды большой московской кольцевой железной дороги чтобы попробовать сфотографировать поезд деда мороза с одного из мостов должно получиться красиво лишь бы только он отправился во время как положено по расписанию иначе он будет ехать по темноте и сфотографировать его не получится и я облажаюсь пробежавшись через дачный кооператив я оказался на соединительной ветви которая соединяет александров первой с бмошкой со станции орехово это электровоз vl 10 к довольно редкий зверь модернизирована vl 10 в последнее время их массово списывают поэтому спешите видеть место съемки оказалось довольно хорошим с высокой точки можно сфотографировать и красивый поезд и красивый пейзаж и тем удивительно что почему-то на этот мост не пришел ни один другой фотограф электровоз чс-6022 за которым я а также наверное пара тройка десятков других фотографов гоняются сегодня построен в 1981 году на заводе skoda а всего таких локомотивов было изготовлено 30 единиц все они эксплуатировались на октябрьской железной дороге на сегодняшний день только три электровоза чс-6 находится в эксплуатации остальные законсервированы он покрашен в голубой цвет именно так электровозы чс-6 красили в 2000-е годы в 2014 все электровозы чс-6 были перекрашены в корпоративные цвета и вот в ноябре 2022 года 22 машине решили восстановить ее практически историческую окраску хотя на самом деле историческая окраска чс-6 это красно-желтая так как красили на заводе но лично я доволен и такой окраской все лучше корпоративных красно-серых цветов как я уже говорил чс-6 повезет поезд деда мороза от александрова до пушкина а дальше поезд поедет с паровозом п-36 я конечно же не успею доехать до москвы чтобы заснять это поэтому для вас видео от моего подписчика давайте же посмотрим что наснимали мои подписчики и Играет музыка А теперь давайте посмотрим, как проходил фотостоп около платформы Симхоз, где поезд Деда Мороза стоял 5 минут специально для того, чтобы его все сфоткали Куча, куча, с другой стороны тоже Всех со Старым Новым Годом! Удачи! Зеленого! А с вами был Игорь Абросимов в погоне за поездом Деда Мороза на канале Блок ЖД Фотографа Блок ЖД Фотографа рассказывает про железные дороги и городской транспорт просто и с юмором Подписывайтесь, смотрите другой контент на канале, а я с вами прощаюсь до следующего видео Спасибо за просмотр! Мне кажется, или сегодня отличный день, чтобы посмотреть свежие фотографии поездов на Рейл Галери?